Это Новосибирск, здесь памятник Александру Третьему, а рядом со мной Иван Валентинович Сайриков. Добрый день. Можно я буду говорить Иван? Мы хорошо знакомы. Иван, почему мы рядом с памятником Александру Третьему? Скажу, этот год юбилейный, два юбилея славных. Один уже случился 31 мая, исполнилось 130 лет с начала строительства Великого Сибирского рельсового пути, который впоследствии англичане назвали Транссибом. А 16 октября этого года, 105 лет с начала эксплуатации Великого Сибирского рельсового пути, открытия сквозного движения от Москвы до Владивостока. Стройка шла 25 лет. И это самый успешный инфраструктурный проект в истории человеческой цивилизации. Мы здесь видим отрывок из рескрипта императора, недооцененного русского Александра Третьего, где он говорит, повелев ныне приступить к постройке сплошной через всю Сибирь железной дороги, имеющей соединительные дарами природы Сибирской области сеть внутренних рельсовых сообщений. Произошло это 17 марта по старому стилю 1891 года. И этот рескрипт был оглашен 31 мая 1891 года цесарею Чем Николаем, который, завершая заморское путешествие из Японии, где на него было, кстати, совершено покушение, перешел на флагманском корабле память Азова во Владивосток. 31 мая, после молебна, под звуки Божий царя храни, в Куперовой паде, близ Владивостока, собственноручно нагрузил тачку земли, высыпал ее в основание будущей магистрали, и началась великая стройка. Так вот, этот памятник императору Александру Третьему, он знаменует этот великий проект, величественный памятник мирному созидательному труду русского народа, подчеркиваю, мирному созидательному труду русского народа. И здесь, в Новосибирске, он стоит по праву, потому что наш город, Новосибирск, состоялся как третий мегаполис России, третий по размеру, столица Сибирского федерального округа, столица Сибири, а, надеюсь, в ближайшем будущем и политическая столица Российской Федерации, скажу почему, чуть позже, по праву, потому что он стоит рядом с тем самым мостом, благодаря которому и постройке которого в рамках строительства великого сибирского рельсового пути был построен железнодорожный мостовой переход через ОП и началась его эксплуатация 14 октября 1897 года инженером Константин Яковлевичем Михайловским, набережная в честь него названа Михайловская. Пройдем туда. Он был передан в управление в эксплуатацию инженеру Павловскому. И с этого началась история Новосибирска. Сейчас здесь тоже стройка идет, вот краны стоят, еще здесь, что здесь, похоже, мост, может тут еще один мост, еще один мост строят. Но это несопоставимо по замыслу и по значению, конечно, проект 4 автомобильный мост и мост, который был построен в рамках строительства Трансиба. Вот этот памятник мы сейчас подходим к фрагменту того старого клепанного моста, фрагменту, который тогда электросварки же не было, металл соединялся путем того, что его склепывали. И вот он фрагмент того самого моста, который был открыт в 1897 году специальной телеграммой по Санкт-Петербургскому времени в ночь с 13 на 14 октября. Теперь это зазвучало по-новому, и вот почему. Пространственное развитие России, огромной страны, 17 миллионов квадратных километров, чудовищно деформировано. У нас 85% населения проживает на территории, составляющей 15% населения территории страны. А 15% населения за Уралом проживает на территории 85%. Поэтому сегодня получается, что относительно небольшой Запад в лице московской агломерации, Санкт-Петербурга, Сочи и так далее, натягивает на себя весь Восток, деформирует. А это неправильно. Дело в том, что мы имеем общую границу с Китайской Народной Республикой. Крупнейшей экономикой мира, страной которой, население которой приближается к полутора миллиардам человек, и которая в табеле о рангах, еще не первая, но уже и не вторая. Китай отменил все ограничения на рождение второго, а сейчас и третьего ребенка. Поэтому мы с вами видим, что примерно в 20 раз рождаемость новорожденных новых китайчат превышает россиян. И это очень угрожает суверенитету и потери наших восточных территорий, потому что Конфуций правильно изрек. На землю без народа всегда приходит народ без земли. К сожалению, наша Восточная Сибирь и Дальний Восток обезлюдевают. Про Новосибирскую область не могу сказать. Все-таки часть людей, которые с Востока и которые не могут по финансовым или другим соображениям переехать в европейскую часть, они оседают в Новосибирске. Пару недель назад Сергей Шойгу, министр обороны, находясь в Новосибирске, выступил с инициативой строительства за Уралом трех-пяти новых городов, желательно до миллиона человек. Много критиков нашлось к этой затее, а я в целом поддерживаю инициативу министра обороны по строительству трех-пяти новых крупных городов за Уралом. Для меня абсолютно очевидно, что без новой транспортной магистрали нам, безусловно, не реализовать эту хорошую идею. Тем более, что президент сказал несколько дней назад, что я нужно проработать. Я 13 лет своей жизни отдал работе над проектом «Транссиб-2.0» в основе фундаментальной теории Пола Кругмана «Пространственная экономика», суть которой в двух словах состоит в том, что после мировой войны второй сформировались новые центры производства и потребления. В первую очередь, Восточная, Юго-Восточная Азия. Это послевоенные восстановления Японии, план Маршалл. Это Чоболи госкапитализм, Южная Корея, авторитарная модернизация. Это Тигры, Юго-Восточная Азия. И, наконец, реформы Дэн Сиапина, Китай. Поэтому Россия по факту расположена между рынками в 4 миллиарда потребителей. 3 миллиарда Восточная, Юго-Восточная Азия, миллиард Восточная, Западная Европа и часть Северной Африки. Общий поток грузов сегодня полтора миллиарда тонн в одну и в другую сторону. 94% это Суэцкий канал. Но это, во-первых, фактор времени. А здесь все-таки 35-40 дней срок доставки грузов. Второе, это территория исламского мира, как ни крути, зона чудовищных военных и политических рисков. Наконец, съевшая недавно на Мельконтеровоз в марте месяце, который на неделю перекрыл Суэцкий канал. Более 100 миллиардов долларов мировая торговая система потерпела убытков из-за того, что была прервана эта узенькая ниточка глобальной логистики между Западом и Востоком. И показала всю уязвимость мировой системы торговли. Поэтому без российского коридора от Тихого океана до Атлантического, условно, от Владивостока до Роттердама на самом деле не обойтись. И этот проект готов. Недавно вышел трехтомник под редакцией академиков Осипова и Садовничева, где я готовил все расчеты по проекту Транссит 2.0. Поэтому я считаю, что штаб-квартиру по строительству нового транспортного коридора нужно разместить в Новосибирске. Он расположен ровно посередине между Тихими Атлантическими океанами. И можно поставить две башни. Одну в цвете российского флага, а вторую в цвете флага, входящих в Транс-Тихоокеанское партнерство. Туда вошло уже 13 стран. Канада, Австралия, Япония, Корея, Сингапур, Тайбэй, Малайзия, Вьетнам. Большинство стран, сформировавших Транс-Тихоокеанское партнерство, исторические оппоненты и противники Китая. Им нужен коридор альтернативный Суэцкому каналу и Китайскому шелковому пути. Этот маршрут тот, который может предложить Россия. И тогда мы вот этим фрагментом этого моста соединим две башни штаб-квартиры консорциума по возведению проекта и реализации проекта Транссиб 2.0. И таким образом символично подтвердим символ русского герба, российского герба. Двуглавый орел, который смотрит на запад и на восток, и который говорит о том, что Россия это мост между западной и восточной цивилизацией. И тогда неизбежен следующий шаг. Я считаю, что политическую столицу Российской Федерации необходимо переносить за Урал. И альтернативы Новосибирску нет. И вот почему. Уже очевидно, что как минимум к концу этих годов, где-то к 2030 году, будет очевидна исчерпанность углеводородной или сырьевой модели национальной экономики. Понадобится другая. Новосибирск – это умное сердце России. Я придумал в свое время этот мемо, не стою его повторять. Гений-академика Михаил Лаврентьева, который 65 лет назад придумал вот эту конструкцию Новосибирского академгородка, как раз и стоял в том, что он предвосхитил свое время, когда на одной площадке и академическая наука, и прикладная, и фундаментальная, и вузовская наука шаговая доступность. Потом по этому пути уже пошло тоже Массачусетский университет и другие крупнейшие научно-исследовательские университеты мира. На Сибирске это создано. И самое главное, Новосибирск, в отличие от других регионов Сибири, нет развращающего сырьевого сознания. Это не сырьевой регион. Здесь отсутствует логика трубы. И здесь всегда делали ставку на интеллект, науку, образование, культуру. Поэтому перенос политической столицы нашей страны сюда, за Урал. Это очень сильный геополитический сигнал в первую очередь Китаю, который, конечно же, мечтает о том, что эти территории в конце концов станут принадлежать Поднебесной. Это мощнейший геополитический сигнал нашим партнерам по Юго-Восточной Азии, Соединенным Штатам Америки. Наконец, это единственный проект, на мой взгляд, который позволит сбалансировать Китай мирным путем и таким образом сохранить наши восточные территории. Сегодня создана по поручению Шойгу рабочая группа по написанию стратегии развития Сибири. Ее возглавляет Андрей Николаевич Клепач, мой партнер и коллега по работе во Внешэкономбанке, мой коллега по работе в правительстве. Я вхожу в эту рабочую группу и мы обязательно будем настаивать на том, что политическую столицу Российской Федерации необходимо переносить сюда и здесь делать штаб-квартиру Международного консорсума по строительству нового транспортного коридора Трансиб 2.0. Все расчеты по этому проекту готовы. Строительство займет 8 лет 8 месяцев, срок окупаемости 22 года. То есть все расчеты проведены уже с точностью до года, до миллиона долларов, да? Да. А сколько всего можно оценить, в первую очередь, по стоимости? Чтобы мог эти деньги предоставить? Российская часть 9355 километров до границы нашей западной составляет 18 триллионов рублей. Это по текущему курсу примерно 240 миллиардов долларов. У нас сегодня более 600 миллиардов долларов хранится в золотовалютных резервах. И мы хочу напомнить зрителям вашего канала о том, что мы в 2008 году, в конце года, с октября по февраль 2009, спасая банковскую систему, сожгли примерно эту же сумму, порядка 240 миллиардов долларов. Наконец, сегодня стоит вопрос о выпуске инфраструктурных облигаций. Сегодня примерно 28 триллионов вкладов физических лиц лежит на счетах банковской системы страны. Если мы выпускаем облигации с периодом обращения 25 лет, исходя из того, что окупается за 22 года, даем гарантированную доходность по этим облигациям, допустим, 8% годовых, что ни один банк сегодня не даст 4-5% одержать облигации. И самое главное, разрешаем включить эту облигацию в имущественный комплекс физического и юридического лица. Чтобы человек, потратив, допустим, 50 тысяч на покупку этих облигаций, понимал, что один метр в этой магистрали, которая стягивает нашу страну новым стальным обручем, сохраняет ее как единую историко-политическую сущность, принадлежит его семье. Его детям, его внукам можно подарить, передать по наследству. Это совершенно другое самоощущение нации. Но вот здесь президент открыл уже два памятника Александру Третьему, последний 5 июня в Гатчине, до этого в Крыму. Я считаю, что здесь самый лучший памятник Александру Третьему в Новосибирске. И именно благодаря ему была начата эта великая стройка, подчеркиваю, самый успешный инфраструктурный проект в истории человеческой цивилизации, из реализованных на суше. Что можно сказать на критику? Будет критика, конечно, идеи переноса столицы. Критиковать будут из Москвы, из Новосибирска. Что можно ответить? Понятно, какие будут приведены аргументы. И что Новосибирск не готов. И что центр у нас весь все-таки там десятилетиями, столетиями складывался в Москве. Что им ответить? Я хочу ответить, что строительство того Трансиба во многом предопредел успех Столыпинской реформы. Тогда более 8 миллионов человек было переселено из европейской части малоземельных крестьян сюда, в Сибирь и на Дальний Восток. Я сам выходец из тенец Столыпинской реформы. Мои прадеды, малоземельные крестьяне из Брянской губернии, по Столыпинской реформе переехали. Тогда давали подъемные, везли своз. Скорпы получили там, где сегодня Маслянинский район. Деревня Петени, живописнейшее место. Они получили на дел. Мои прадеды, спустя 50 лет, это произошло в 1910 году, где спустя 50 лет родился я. Поэтому, что я могу сказать? Если мы хотим сохранить за Уралом наши территории, то нам необходимо переносить. Либо вы, граждане критики, будете подданными китайскими подданными. А я бы не хотел еще при своей жизни ездить на могилы моих предков, моих дедов, моего отца, моей мамы сюда в Новосибирск по китайским визам. Спасибо, Иван. Я бы такой аргумент не нашел. Это довольно сильно. У нас сейчас здесь, у Михайловской набережной, около старого железнодорожного моста строят новый мост. Он называется Центральный. Это четвертый автомобильный мост в Новосибирске. Город развивается, находит для этого деньги. Хотя говорят, что он будет платный. Но, так я понимаю, если новый транспорт, то и новые мосты, и новое развитие, все равно неизбежно в Новосибирске будут. Конечно. Спасибо за интересный. Примерно новый, огромный импульс развитию нашего города и придание статуса политической столицы. И размещение здесь штаб-квартиры Международного консорциума по возведению нового транспортного коридора. Примерно новый, огромный古谷. Приятной местный гостом в России в России в России Продолжение следует...